Отверто, безкомпромиссно, резонансно. Украинский композитор и шоумен Володимир Быстряков в программе «Бацман». Смотрите просто сейчас. Добрый вечер. В эфире программа «Бацман». Совместный проект интернет-издания «Гордон» и телеканала 112 Украина. Владимир Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, чтобы с самого начала нам с вами не ссориться на политические темы, так как у нас с вами разные взгляды на многие вещи, я хочу... Ссоримся на темы коммунальные. Да, я хочу начать немножко с другого. Я просто знаю, что вы недавно ездили к своему другу Армену Джигарханяну в гости. А там такая непростая ситуация сложилась, судя по всему. Вот у него есть жена Виталина, которая его на 44 года младше. Он публично начал уже говорить, что она там обманщица. А вы раньше говорили, что у них очень крепкий брак. Реально, какая там ситуация? Она действительно оказалась обманщицей? Смотрите, 4-го числа, 4-го октября, это был его день рождения, они мне сами позвонили вечером. Вот. И Виталина передала трубочку, и я, значит, его поздравил с днём рождения, говорю, Армен, я тебе желаю для продления жизни, чтобы ты побольше попил молодой крови. Как это делаю я, потому что у меня 36 лет разница. Он вас принял буквально? Ровно через 3 дня он начал пить кровь вёдрами, понимаете? Я вам хочу сказать, что иногда бывает так, что талантливый, гениальный артист, да, и талантливый муж – это немножко разные вещи. И то, что у него возраст, и то, что у него сахар высокий, и то, что он вспыльчивый, и то, что у них разные взгляды на репертуарную политику театра, вот с этого, собственно, началось. Но поскольку это всё выплеснулось, потому что для всевозможных журналю, будем так говорить, это жирные караси, которые заплыли в сети, то понятно, что сейчас рейтинги сразу начали, так сказать, зашкаливать. И на этом сделали, так сказать, очень хорошую. Вы на какой? На чьей стороне в этом? Я на стороне их. Я об этом говорил. Потому что я на стороне этой семьи. Потому что 16 лет, которые отдала Виталина всё-таки, она его облизывала и вылизывала. Она ему даже сделала в новой квартире сидячий душ. Вы что-нибудь об этом слышали? Это говорит о том, что человек жил ради него. Реально думаете ещё им семью сохранить? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что кавказский человек говорит А, а потом говорит Б, но никогда не отменяет А. Ещё один ваш друг, известный, талантливый Николай Караченцев. Тогда же я был у него, да, тоже у Коли. Коля сейчас живёт как бы в своём мире. Он, если говорить, что он уже потихоньку, так сказать, угасает. Ну, возраст, во-первых. Во-вторых, у него онка нашли. Это тоже не, так сказать, но чем он сейчас живёт? Его сын открыл фонд Николая Караченцева. Сейчас будет скоро, не знаю, где-то в декабре, в середине декабря будет премьера первая, значит, премьера театральная от имени этого фонда. Так что дело Караченцева, так сказать, живёт. И будет там и фестиваль актёрской песни, который был имени Андрея Мирона. Сейчас будет называться Андрея Мирона и Николая Караченцева. Но он говорит, он с вами общается? Он говорит с трудом. Ну, вот так говорит. Но в сознании, да? В сознании. Он даже попытался спеть «Леди Гамильтон» и показал, как он поднимает ножки. Так что в этом плане всё у него, всё нормально. Он замечательно ходит, с трудом, конечно, но уже ходит. Владимир Юрьевич, вы обижаетесь, когда вас называют ватником? Я привык. Это, как вам сказать, это сегодняшняя, так сказать, мода. Ватник, вышиватник, там что-то, сепар, мепар. Вы знаете, люди сегодня, во-первых, они находятся в такой дезориентации очень сильной. Кроме того, они, так сказать, находятся под давлением всё-таки СМИ, официальных каналов. С той стороны, с этой стороны. В России тоже, как говорится, информация подаётся. Вы понимаете, почему вас так называют? Ватником? Очевидно, за то, что я выступаю за мир во всём мире. А не кричу, значит, что нужно... Но скорее за русский мир во всём мире, я бы так уточнила. Это не столько... Я считаю себя, так сказать, человеком, который мыслит по-русски. Знаете, и то, что сегодня пытаются нам переформатировать наше сознание, потому что язык, это ведь не только то, что мы говорим, это то, что мы думаем. Правда или нет? И если, говорится, навязывают нам какие-то свои ценности, как навязывают, например, переименование улиц в честь каких-то западенских героев или там митрополитов, которые здесь никогда не были, не служили, это ведь тоже насилие в какой-то степени. Это тоже, так сказать, агрессия со стороны людей, которые считают, что мы должны все жить так, как они хотят. Понимаете, я считаю вот какую вещь. Я об этом говорил ещё в 98-м году. Я опубликовал статью, которая называлась «Зазеркали 98». Я говорил такую, что если одной этнической группе людей дать преференции, дать им какое-то преимущество, это приведёт моментально, приведёт к какому-то дисбалансу. Сразу нарушится спокойствие в обществе. Так оно, собственно говоря, и случилось. Ну, вот смотрите, мы с вами сегодня, центральный канал, самая рейтинговая программа. Вы и я говорим по-русски. У нас интернет-издание «Гордон» русская версия, украинская версия. Еженедельник «Бульвар Гордона», где тоже будет опубликовано ваше интервью на русском языке. Так в чём же тогда русский язык у вас ущемляется? У меня вопрос на засыпку. Хорошо. Почему в таком случае гастроли нашей народной артистки Украины Оли Сумской, которая приехала то ли в Хмельницкий, то ли в Переасло Хмельницкий, были отменены, только потому что она привезла Анну Каренину на русском языке. Мэр отменил это. Скажите, это нормально? Не, ну это вопрос к мэру. Как это вопрос к мэру? Это не вопрос к мэру, это значит, что у него есть поддержка сверху где-то. Это часть идеологии, которая сегодня, кстати говоря, очень, так сказать, будем говорить, очень распространена. Это когда навязывается, навязывается как бы украинизация, будем так говорить. В Украине украинизация? Да, украинизация. Почему бы нет? Ну, в Швейцарии нет швейцарского языка, это тоже говорится. Это что, парадокс? Я смотрела несколько ваших интервью, ну ладно, много ваших интервью. И вот то, что касается политики, по вашей логике, Путин не вводил войска на Донбасс, Путин, собственно говоря, то, что привело к уже больше 10 тысячам погибшим, Путин не аннексировал Крым. Вот если бы сегодня, завтра, вам позвонили из администрации Владимира Путина и сказали, что... Зайдите за орден. Не готовы ли вы поддержать, выступить, как это, подписать письмо в поддержку его политики относительно Украины? Вы бы согласились подписать письмо? Я бы сказал, что вы президент другой страны, и я не вправе подписывать письма президенту другой страны. Но вы знаете, какую штуку я хочу сказать, что, не знаю, вводил ли он раньше войска в Донецк или в Луганск, но в данном случае, в данное время их там нет. Это в данном случае с той стороны воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы. Хорошо. Так называемые сепаратисты и боевики. Хорошо. А те, кто с российскими паспортами, вот даже те, кто доходит публично, там, Агеев, Александров и другие, контрактники, военнослужащие, то есть эти не считаются россияне? А есть такое понятие добровольцы. А с этой стороны тут у нас и австралийцы, и поляки, и чехи, и кто хочешь воюет, ну и что? А как вы относитесь к тем знаменитым россиянам, которых вы, многих из них просто знаете лично и очень хорошо, которые все-таки поддержали то письмо злополучное, поддержку Путина по Крыму? Знаете, я скажу вот что, что у каждого человека свой взгляд на те или иные события. Я когда-то говорил с таким человеком, который называют упоротый или там, сведомый, да, это люди, которые, так сказать, очень плохо поддаются аргументам. Я сказал, знаешь, в чем различие между нами с тобой? Вот я понимаю, что ты других взглядов, и я спокойно переживаю то, что ты живешь рядом. А ты спокойно не можешь пережить то, что у меня другие взгляды, и я живу где-то рядом с тобой, нахожусь в одном с тобой информационном пространстве. Потому что ты очень, будем говорить, человек, зацикленный на этой идее. Я, например, более толерантный человек. Я считаю, ну вот имеет человек свою точку зрения и имеет. Понимаете, я свою точку зрения не навязываю, я не агитатор. Но высказать какую-то информацию, которую я знаю, для того, чтобы человек мой собеседник, да, или оппонент, вот, мог бы ее переварить и сделать какие-то выводы, это другой вопрос. Вот этим я отличаюсь от агитатора или проплаченного, будем говорить, политолога. То есть у вас не вызывает возмущения, что фактически вот Украина, ну, как там, большая квартира с многими комнатами. Пришел сосед, отобрал комнату просто себе, ее аннексировал, и вы остались без кухни или без большой комнаты. Я не без чего не остался. Вы знаете, этот вопрос лежит в плоскости сознания тех людей, которые там живут все-таки. Я не живу в тех комнатах, которые, как вы говорите, отобрали. Понимаете? Во мне есть часть Крыма, во мне есть часть Донбасса, во мне есть часть Луганска, где живет мой друг Миша Голубович, который, кстати, руководит украинским музыкально-драматическим театром и там выступает. Во мне это есть. Но я никогда не приеду туда для того, чтобы диктовать, как там людям жить. Вот в этом, так сказать, мы, может быть, отличаемся от тех людей, которые очень завзято за это. Напомню вам фразу Олега Табакова, который сказал, что украинцы в каком-то смысле убогие, их лучшие представители всегда были на второй или третьей позиции после русских. Вы, как украинец, были возмущены его словами? И вы понимаете, что для многих россиян такое отношение к украинцам, оно так или иначе где-то внутри сидит? Знаете, по первой сигнальной системе, конечно. Конечно же, да, конечно, украинцы убогие. И можно сказать, что он, очевидно, имел в виду, что за 26 лет мы так не удосужились построить полноценное государство, которое все-таки не вышло из формата коммерческого клуба для некоторых людей, которые зарабатывают на этом хорошие деньги. А с другой стороны, вы знаете, если взять многовековую историю, так и украинские гетьманы, которые ночевали в постелях у российских императриц, и генсеки, которые выходили с Украины, понимаете, Днепропетровск как называли? Кузницей партийных кадров. Правда или нет? И эти партийные кадры руководили всей огромной страной. Так и сейчас сколько украинцев руководят Россией? Сейчас сколько украинцев руководят Россией? Масса, конечно, масса украинцев. Там сидит и в эстраде сидят украинцы и все. Вы знаете, я бы на этом не зацикливался, честно, я вам скажу. Потому что для меня не важно, где я родился. Для меня важно, какой культуре языковой я отношу себя. Когда Дмитрий Гордон задал вопрос Леониду Кучме, от кого зависит окончание войны на Донбассе, Кучма сказал, от Господа Бога и от Путина. Господь Бог у нас, к сожалению, нет возможности его попросить. Ну а с Путиным у украинской стороны тоже нет возможности найти взаимоприемлемое решение. У вас есть рецепт, как заставить президента России уйти из Донбасса? У меня есть, будем так говорить, ощущение, чем это все закончится. Понимаете, сейчас дело стоит на грани переговоров Волкера с Сурков. Сурков представляет Путина, Волкер представляет, соответственно, Трампа. Трамп в непростой позиции, потому что Трампа по рукам, по ногам связали российские хакеры, связали историю с этими самолетами из арабских стран, которые, так сказать, он не пускал в Америку. То есть там очень сильное лобби идет. И даже такой сильный человек, как Трамп, при денег он не в состоянии рулить ситуацией. Но, тем не менее, насколько я знаю, Волкер с Сурковым, по-моему, договорились о том, что американцы уйдут из Украины. И это... А в каком смысле? А где они в Украине присутствуют? Где они в Украине? В посольстве американцев? Они в Украине, собственно говоря, находятся везде. Наша страна, по моему глубокому убеждению, находится под их протекторатом, под их управлением. И поэтому никакие, так сказать... А можно по фактам, пожалуйста? По фактам я могу сказать. Нет, мы просто очень интересны. Хотя бы, хотя бы, хотя бы. Вот хотите, я хотел бы сказать немножко о Порошенко, о своих взглядах на этого человека. Конечно. Я его никогда в своих интервью не критиковал. Не потому, что я его люблю, не потому, что я его боюсь. Нет. Потому, что мне интересовали вот какие, так сказать, моменты, которые, так сказать, может быть, они не лежат сверху. Еще до вступления в свою должность он сказал, что я за три недели восстановлю отношения с Россией и прекращу эту войну, которая началась без меня. Про отношения с Россией не помню. Про войну помню. Я помню. Я помню. Я за эти слова отвечаю. Дальше. На протяжении нескольких лет в ток-шоу Савика Шустера несколько депутатов от блока Петра Порошенко высказывали мысли, что эту войну начал не он, что до войны начали другие люди. И это был своеобразный месседж от президента. Дальше. Дальше больше того. Может быть, я не знаю, не обратили внимание. Во время одного из котлов Порошенко высказался такой мысли, а почему бы не ввести два языка государственных, официальных языка в Украине. Он эту мысль высказал, но дальше он не пошел, потому что ему сверху не дали. А это какой? Украинский и английский? Нет, украинский и русский. Мы же не разговариваем, так сказать. Но это то, что у нас страна априори двуязычная, это нельзя. Так а где американцы, вы мне скажите? Стоп, стоп, стоп. Американцы они могут быть, печеньки раздавать. Они говорят, ты суслика видишь, нет, а он есть. А могут, да, конечно. Но я вот так считаю, понимаете. Вы считаете иначе. Дальше я вам скажу. Дальше было больше. Поймайте одного американца, покажите. Еще во время одного из котлов Порошенко сказал, что федерализация это не такое плохое дело для Украины. Больше то я вам скажу, что в свое время Черновилл сказал, что для того, чтобы свести концы с концами запад и восток в Украине, необходимо федерализация. Иначе это будет, как говорится, конфликт рано и поздно. Это сказал Вячеслав Черновилл. Можно это когда, в 90-м, в мохнатом году. То есть, я хочу сказать, что не дали Порошенко эти идеи развить. Я глубоко в этом убежден. То есть, у нас сегодня президент, с одной стороны, мальчик для битья, потому что на него сыпется все. Начинает его конфет, когда все смеются, значит, можете не покупать конфеты. А я бы посмеялся над теми олигархами, которые нам будут приносить и присылают наши платежки коммунальные. Понимаете, вот это гораздо смешнее. Особенно, когда начнется топительный сезон. И я чувствую, что Порошенко это человек, который, будем так говорить, он формально глава государства. А руководит кто государством? Многие. Американцы. Руководят все-таки американцы. А каким образом они это делают? По телефону. Вы присутствовали при этих разговорах. Обязательно нужно присутствовать на совещаниях и расставлять шашечки какие-то. То есть, конкретно Трамп это делает? Скажите. Что? Конкретно Трамп это делает? Ну, как это происходит? Вы знаете, у Трампа очень сложная позиция. Там у него очень сильное антитрамповское лобби. Все-таки. В виде Сената, в виде людей, которые, так сказать, хотели бы постоянно иметь Украину в рождевную России. Понимаете? Но если даже Ярейска сказала, что без экономики, связанной с Россией, мы никуда не двинемся. Ярейска это проамериканский, так сказать, функционер. Владимир Юрьевич, просто мне вот такую очень реально интересную тему затронули. Вы мне скажите, вы наверняка же владеете фактами, вот раз уже такое громкое заявление. Но кто конкретно из Америки руководит Украиной? И каким образом это происходит? Ну, фамилия какая? Ну, руководит, это люди руководят в тени, которая находится. А вы откуда об этом знаете? Откуда вы об этом знаете? Бабушка рассказывает на жительном рынке. Да? Конечно, которая селечками торгует. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, тоже, может быть, я не знаю, вас заинтересует. Ну, вот я когда недавно был на передаче у Малахова, ток-шоу, да, ну, разговаривался с журналистами, они же там в курсе всех вещей, они мне сказали любопытную вещь. Говорят, в последнее время что-то зачастили представители всех буквально политических сил в Москву. Договариваться. Вы об этом много знаете? Интересно, так расскажите. Я тоже ничего не знаю. Нет, то, что наши политики летают, это я знаю. Они все время летают. Кого-то принимают из них, кого-то нет, понимаете? Они же чувствуют. А конкретно вам не рассказали пофамильно, кто где был кабинетом? Зачем мы будем подводить людей? Это бизнес других людей, правильно? А мы будем переходить к кому-то одному. Влияющие же на наше с вами благосостояние. А? Влияющие этот бизнес на наше с вами благосостояние. Вы знаете, благосостояние, это относится к ним. У нас, так сказать, теловычитание. Понимаете, у них телосложение, у нас теловычитание. Это люди, которые от нашего имени, да, руководят государством и которые принимают решения. Правильно? И они себя вот так упаковали. Вы же не будете с этим соглашаться. А мы чем дальше, тем хуже живем. Это тоже, так сказать, факт есть факт. Вот вы как раз сказали по поводу российских ток-шоу. Я каждый день, практически каждый день, смотрю российские политические ток-шоу в прайм-тайме. И вот все четыре года, вы не поверите, все четыре года главная тема там Украина. Ну ни одного дня не проходит без нее. Причем такие уже информационные помои, которые выливаются на Украину и украинцев, это просто, ну, придумать надо, очень отборное. Скажите, неужели в России нет никаких проблем, нет своей коррупции, нет своих там проблем с пенсионерами, социалкой и дыры в пенсионном фонде, что для них главная тема – это Украина? Вы знаете, первое, что я хочу сказать, если вот брать такую среднюю прослойку, невысокую, там не политолога, а обычных людей, вот как они относятся к нам. Они относятся к нам, вот как к братьям, во-первых, раз, вот люди, вот обычные люди, да, а с другой стороны, они нас жалеют, потому что они видят, как разваливается наше государство. Как мы сами себе обрубаем руки, распиливаем заводы и так далее. Но брат не приходит к брату убивать этого брата, правда? Обязательно, но это я понимаю, это хорошо, вам нужно было Матвея Гонопольского вместо меня привел, и вы бы, так сказать, с ним сливались в экстазе. Я хочу сказать такую вещь, что… Приглашала, но мы не слились. Не слились, ну, видите как, значит, у него своя тональность. Я скажу такую вещь, что я бы не поехал ни на одно ток-шоу. Во-первых, оно такое, оно крикливое, они друг друга перебивают, мне не нравится этот формат. Я и здесь не хожу, меня приглашали несколько раз. Я не хожу, почему? Потому что я не люблю, когда напротив меня сидит дебил, который за это получает деньги, он политолог сам, и он начинает говорить, что я говорю полную чушь, полный, так сказать, полный абсурд. Но почему Украина у них? Вот объясните. Смотрите, значит, по Украине, да, вот у меня была мысль, немножко я себе сбил. По Украине, получается, следующая штука, что… Слетел с мысли, понимаете? Я говорил о людях, а потом перешли на этот самый, на политиков. Ничего страшного. Вы скажите, почему для россиян настолько важна тема Украины, что они каждый день перемывают кости и говорят о том, какая она плохая? Что они этим хотят сказать? Понимаете, она стала сейчас плохая благодаря политике своей. И они делят, между прочим, у них это сепарейтед называется. Это простой народ Украины и это власти Украины, которые, так сказать, с ними не дружат, мягко выражаясь. Вот поэтому к властям они относятся, конечно, с, так сказать, с долей критики, с большой, но там все. Если Жириновский, Хами, то есть там люди, которые, так сказать, менее по-хамски относятся, но тем не менее. И они хотели бы, вот я уверен, я уверен, да, что Путин не собирается стать гетьманом Украины, не собирается носить эту гетьманскую шапку и грозить булавой. Им нужна, прежде всего, Украина та, которая была. Добропорядочная, добрососедская, у которой были бы с ней общие экономические связи. У которой министры на ключевых постах имеют российские паспорта и, собственно говоря, работают на благо России. Я хотел вот о чем сказать. Вот у них там есть коррупция, и у нас есть коррупция. Но у них коррупционеры сидят, им дают реальные сроки. Где, в каких кабинетах они сидят? В каких кабинетах? Они сидят просто в тюрьме, я знаю. Я просто интересовался этим. Министры, губернаторы, проворовавшиеся. Сейчас я знаю, что там какие-то БТРы потянули к Рублевке, там что-то. Я читал просто, что кому-то там берут очередное. Там они действительно сидят. Но это же часть сидит тех, чтобы остальным не повадно было. Вы же понимаете, что это игры? Давайте проследим, у нас какие игры хорошие. У нас берут с фургалом, как говорят в Одессе, очередного коррупционера. Показывают подвалы, набитые золотом, бриллиантами. Потом его волокут в суд. В суде обязательно ему, у него припадок сердца. У него все сердечные. После чего ему делают его, отправляют в больничку, вешают на ногу браслет. Через два дня этот браслет он дарит бабушке на память. И вот это сбривается. Предварительно, как говорят злые языки, значит, подсчитавшие немножечко с половинки этого дела. Потом он уезжает куда-то за границу. И на него объявляется розыск. Вот это наша система борьбы с коррупцией. У нас кто-то сидит, скажите? Я думаю, что нет. У нас сидят люди какие-то мелкие сошки, пешки. Только в мягких прекрасных креслах. В мягких, да. А кто виноват, что с 2014 года у нас убиты уже больше 10 тысяч украинцев и продолжают гибнуть каждый день? Вы знаете, я бы не сказал, что продолжают гибнуть каждый день тысячи. Нет, каждый день продолжают гибнуть. Нет, смотрите, основная кровь где-то пришлась на 15-й год. Вот тогда действительно очень много было погибших. Мне приходится иногда ездить по своим делам и с концертами выступать. В частности, я много ездил по Луганской области, которая находится под контролем, так сказать, киевских властей. И я немножко видел, так сказать, отношения местных людей и то, что там было, и то, что там делали добробаты. В результате чего, говорится, Новая Почта там работала с перегрузками, там день и ночь, потому что оттуда шли, так сказать, посылки на родину, понимаете? И как они, кажется, относились? Я говорил с людьми, которые хоронили своих детей на огородах, потому что они не могли поднять голову из-за обстрелов. Народ пострадал больше всего. И я не уверен, что они после этого очень полюбят Украину в этом плане, в котором мы ее, так сказать, любим. Украину украинскую. Кто виноват? А? Кто виноват? Политики виноваты. Какие политики? Потому что нужно было, нужно. Политики с этой стороны виноваты. То есть украинские политики? Начали конфликт с обстрелов Луганска, с самолетов. Это были чем русские самолеты или наши? А если бы вы на этот вопрос вот не мне отвечали, а если бы вы смотрели, напротив вас сидела там, не знаю, мать украинская киевлянка, которая, сыну которой... Отправилась сына. Да, сын украинец, она отправила... И которая бы мне сказала из-за таких, как я, война. И погиб он от пули, которую в него выпустил парень с российским паспортом, с российским оружием, российской пулей. Вот что бы вы ей сказали? Который пошел защищать целостность, собственно говоря, своей страны, Украины, государства. Ну что бы вы ей сказали, кто виноват? Отвечу другим немножко фактом. Можно? Да, ну пожалуйста. У нас демократия. Когда Пореченков позировал с ружьем непонятно куда направленным, то, что он никого не убил, не застрелил, не ранил, не все, может быть, он по воронам стрелял, а может, вообще не стрелял. У нас раздули компанию. А зачем позировал? Сейчас, обожди. Ну, позировал, ну мало что. Вот, у нас раздули целую компанию. Пореченков, конечно, враг всего украинского государства. Но когда Сан-Санч Мельченко задавил двух человек, да, двух человек, причем будучи в нетрезвом состоянии, с разницей где-то в полгода, он до сих пор ходит на свободе. Скажите, пожалуйста, а где, в чем у нас находится, так сказать, суть нашей юриспруденции, а? В чем находится? У нас тут двойные стандарты, получается, а? У нас тут у нас странные. Значит, мы там смотрим, если нашего парня убил, значит, обязательно с русским паспортом, правда? А может, кто-то убил, защищаясь. Такое может быть или нет? Знаете, такой анекдот, когда говорят, кумы, начисти там пыку, там у москалу, а я хочу видно, а за что нам? За что нам начистить? Понимаете, это из этой серии немножко. Потому что Украина все-таки пришла туда, да, с оружием. Давайте будем так говорить честно. Украина там была со своим оружием, а пришла туда с оружием Россия. Стоп. Не нашла ее территорию. Значит, я рассказываю, как я понимаю, как я понимаю. Началось с обстрела Луганска. Как бабушки на лавочке сказали. Самолета Су-25 или Су-29. Нет. Это были ракеты, это было действительно вооруженное нападение на свои же территории. Вы не будете от ответить? А не началось с захвата Луганского СБУ, куда пришли, вот, ну, у нас было не одно интервью, и в этой студии в том числе, с начальниками, там, с главой СБУ Луганской Донецкой области, Петрулевичем в частности, который в подробностях рассказал, каким образом началось все это, с чьими паспортами он ловил там людей. Когда он 6 часов держал осаду в этом Луганском СБУ, когда они забрали склад оружия, и там именно речь идет о российских паспортах, понимаете, о российских спецслужбах, которые руководили всей этой операцией. Незадолго до этого были точно такие же захваты во Львовской области, и точно так же захватывали. 4 миллиона стволов по Украине сегодня, это результат и того, что захватывали на западных областях, понимаете. А то, что, допустим, есть у нас элементы скрытого, допустим, сепаратизма в той же Закарпатской области, когда у каждого, допустим, венгерского, так сказать, товарища паспорт, и они ездят на выборы и голосуют за Виктора Орбана, это мы это дело опускаем или что? Не, не опускаем. Не опускаем. А вот Владимир Путин говорит, что одна из самых больших его трагедий – это развал Советского Союза. Ваша тоже или нет? Я считаю, да. Я считаю, да, развалилась великая страна, развалилась благодаря алкоголику Ельцину, и мне рассказывали, как это было, в принципе, в Беловежской пуще, когда Ельцин сказал, завалим сегодня кабана, значит, подпишем Беловежское соглашение. Это все делалось вот под этим делом. Завалили кабана. Судя по всему, завалили. Жирного. Завалили кабана, да. Я никогда не приветствую развал больших государств. Я никогда не приветствую развал. Тем более, государство было достаточно мощное, и мы, если вот так вот брать по остаточному принципу, жили лучше, местами лучше, чем сейчас. Мы не платили за облачных коммуналок, понимаете? У нас не было голодных нищих стариков, у нас не было такого роста преступности, у нас была нормальная социаловка. Понимаете, молодежь, которая выросла за 26 лет, она знает только одно, что Советский Союз – это голодоморы, это сталинские репрессии, то есть все. Вот это вот, да, на этом зациклено. Что это, так сказать, репрессии, что это расстрелы. Она не знает о том, что было самое качественное искусство в мире, что был кинематограф шикарный совершенно, что была музыка, что был Шостакович, что был Таревердию, что был... Владимир Юрьевич, а какой ценой, скажите, сколько миллионов? Вы же читаете разных историков, полегли за все время Советского Союза, управления советской власти. Владимир Юрьевич, а какой ценой, большевизм для меня так же отвратителен, так же отвратителен, как и национал-социализм, понимаете. Любое насилие, которое совершается над мирными жителями, да, над невинными жертвами, это, конечно, любой геноцид, это отвратительно. Но говорить, какой ценой, причем тут какой ценой, параллельно с этим, параллельно с тем, с расстрелами развивалось искусство, ну что делать? То есть расстрелы хорошо, если есть искусство? Нет, нет, это не так. Что важнее для молодого украинца, знать английский язык или русский язык сегодня? Это смотря для кого? Понимаете, как кто ориентируется? Кто-то хочет, говорится, на Западе учиться, а кто-то хочет учиться в России. А есть такие, которые хотят вот в Украине сегодня учиться в России и уезжают туда, без молодежи? Я как-то вот так вот обратил внимание, что список звезд, будем так говорить, советского театра, это процентов, наверное, 70-80 выходцы из Украины. Но почему-то они отсюда уехали, хотя не было еще тогда ни Порошенко, ни Путина, никого. Это традиционно? Или в Москву все уезжали? Ну так хорошо, они ехали в Центр культуры, понимаете? Сегодня кто-то уезжает в Москву учиться? Сегодня у нас там работают почти все звездные эстрады, которые, так сказать, выбили в первый рейтинг. Нет, ну которые там и работали, потому что это их рынок и был традиционный, он просто больше по деньгам. То есть они выбирают рубль, а не, да? Ну у меня такой статистики нет, кто сегодня едет учиться в Москву, кто-то, кто едет учиться в Фаршаву или там, допустим, в Нью-Йорк. Ну, наверное, едут. А здесь учеба есть какая-то, сказать? У Поплавского учиться? Не, не нравится. Ну очень нравится. Как он поет, особенно нравится. Он меня вдохновил, кстати говоря, сам запел. Услышал, как он понял, что нечего следиться, конечно. Вот смотрите, если у наших политиков там дети учатся за границей, счета за границей, все в шопинг за границей, то это хотя бы понятно. Ну, потому что они же декларируют европейские ценности, да, и говорят, смотрите на Запад. То у меня вопрос, почему же у российских политиков, у руководства России, там, таких, как у Медведева дочка, у Лаврова дочка, которая там говорит плохо по-русски, у Пескова дочка, у Путина дочки, которые в Германии были. А почему у российских политиков, которые декларируют русский мир, любовь к России, к российским всем ценностям, да, почему же у них дети учатся за границей, деньги они держат за границей, лечиться ездят за границей на Запад, на вот этот загнивающий Запад? Откуда такие двойные ценности и стандартные? Как вы себе это объясняете? Это не двойные ценности, это традиция. Петр Первый отправлял всех учиться за границу в Голландию, в Германию, чтобы потом они приносили пользу России, они возвращались. Так а что же они критикуют Запад, что же они против него борются? Они не против Запада борются, они борются против политики, против политики тех же американцев, которые после себя оставляют выжженные земли, Ливия, Сомали, Судан, я не знаю, Югославию разбомбили. Понимаете, они вмешиваются. Мне Америка нравится сама по себе, как она там устроена, как она, говорится, устроена, потому что закон всех защищает, или закон примерно все равны, что в разных штатах разные законы, и они эти вычихардятся. Но американские политики это за гранью. Вот и все. Поэтому, говорится, они не по душе, а Россия единственная, по тому, кто им сопротивляется Россия, арабы и Китай. Вот так вот. Отличная компания. А? Отличная компания. Ну, вы знаете, компания – это такое дело, компания. Сегодня компания, завтра не компания. Виктор Шендерович, на мой взгляд, блестяще сформулировал в интервью Дмитрию Гордона национальную идею России. Я его часто, кстати, цитирую. Российская национальная идея – для начала за собой воду спускать, а потом уже начинать учить мир духовности. А Александр Невзоров добавил, что российская национальная идея должна быть обогнать Америку по количеству нобелевских лауреатов. Что мешает сегодня России обогнать Америку по количеству нобелевских лауреатов? Как вы думаете? Это к России вопрос, это не ко мне. Что сегодня мешает? У них продолжается образование, насколько я знаю, у них там достаточно спокойно. Я был в этой Москве, и не надо говорить о том, что вам здесь не нравится чемодан вокзала России. Я это слышу, кстати говоря, понимаете, и это тоже ненормально. А вас приглашали в Россию? Потому что, ну, может, там сказали, приезжайте, мы вам и театр, и звание, и все. Ну, были наверняка вы же... Знаете, к званиям я отношусь очень критически. Мне недавно, так сказать, намекнули, что вот неплохо бы вам на звание подать. Я сказал, вы знаете, от этой власти я не хочу получать ничего. Ни звания, ни некие проференции. Но, что касается... Меня звали, мне звали давно. Меня звали, когда еще был, по-моему, говорил Попов. И мне даже предлагали там квартиру. И Пугачева тоже мне сказала однажды, говорит, Володя, а что ты делаешь в этой черной дыре? Я говорю, эта черная дыра, это мой кив, это моя родина. Она говорит, ну, там ты не сделаешь ни карьеры, ничего. И, собственно говоря, она в чем-то была права. Потому что я как композитор, я даже в одной из энциклопедий пишу, знаете как? Быстряков Владимир Юрьевич, российскомовный композитор. Понимаете, что это такое? Нет? Это Южная Африка и скамеечки для белых. А вы не жалеете, что не уехали? Нет, я не жалею. Я не жалею, с одной стороны, я люблю преодолевать трудности, понимаете. Если мои песни не звучали в концертах и не звучат в официальных концертах 25 лет, так я пробился как золотой гусь, понимаете. А если нет, значит, я говорю, мир людям, когда я выступаю не в концертах таких, не официальных. Что должен сделать Петр Порошенко, которого вы сегодня уже вспоминали, для того, чтобы вы на следующих выборах за него проголосовали? Я вам скажу такую вещь, что немножко отойдя в сторону, я не закончил мысль о том, чем это может закончиться. Вот если, допустим, действительно американцы начнут уходить из Киева, то здесь, по-моему, произойдет мягкий переворот. Уходить? Да, уходить из нашей, так сказать, парадигмы, да, произойдет мягкий поворот. То есть будут удалены из верхних шалонов власти люди, которые, так сказать, неугодны Москве, будем так говорить, которые наиболее, так сказать, радикально выступали против сближения с Россией. Я не имею в виду Порошенко, я не имею в виду премьер-министра, я имею в виду другие. Люди, которые, так сказать, влияют тоже очень, которые сегодня, может быть, Порошенко даже и мешают сделать то, что он бы хотел. Потому что я, с одной стороны, вот вижу, насколько, так сказать, человек изменился и не в лучшую сторону, и так не может выглядеть успешный бизнесмен, понимаете, и не может злоупотреблять алкоголем при наличии, так сказать, болячих таких типа диабета. Порошенко имеете в виду? Да, я имею в виду Порошенко. Я, понимаете, сегодня говорю так, что многие, может быть, из моих фейсбучных друзей от меня отвернутся, но я пытаюсь всегда какие-то вещи анализировать. Вот я уже рассказывал, и, кстати говоря, Порошенко – это один, по-моему, из политиков, который повинился за преступление ОПА перед жертвами Волынской резни и даже преклонил колено. Это факт тоже, который я не выдумал. А остальные не сделали, а остальные, так сказать, оправдывают эти вещи. Понимаете, не все так однозначно. И если он восстановит отношения экономические с Россией, я за него буду голосовать. Не потому что я ватник, а потому что я хочу, чтобы наш народ жил все-таки нормально, чтобы люди имели работу, а не так, как сейчас распилили заводы, повыбрасывали всех, начиная от Азов Маша, заканчивая мотор Сич и так далее. Люди остались без работы. Вы имя чего это делается и кому это интересно, скажите? У вас в Фейсбуке, как раз вот вы вспомнили, у вас там много поклонников, и они очень сильно вас поддерживают, разделяют ваши идеи. А вы не думали, чтобы, я сейчас говорю не о россиянах, а именно об украинцах, вы не думали, чтобы пойти сейчас в политику? Понимаете, чтобы пойти в политику, нужно... Ну, тот же оппозиционный блок. Давайте я отвечу цинично, хорошо? Да. Для того, чтобы идти в политику, нужно иметь спонсора или иметь бюджет. Вот сейчас вот тянут Вакарчука в политику. Я не думаю, что он пойдет тратить свои деньги, которые он заработал на корпоративах или заработал на выступлениях своей, так сказать, успешной команды. Правда или нет? В него вкладывают деньги. В меня деньги не вложит никто. Почему? Потому что я человек достаточно твердых принципов и убеждений. Я за это не получаю денег, я не политолог. Мне просто иногда очень обидно и жалко смотреть на то, что происходит с Украиной. Ну, а вам не предлагал никто? Были предложения от политических партий? Вы знаете, я же шел в Верховную Раду где-то в 2002 или в 2004 году в составе партии «Слон», в составе первой пятерки. Это была такая партия, которая выступала, кстати, в защиту русского языка. А сейчас такой партии нет. И даже, понимаете, как вам сказать, я считаю, что Россия прошляпила Украину в этом плане. Понимаете, отдали на откуп западным, так сказать, идеологам. Процитирую еще одного умного человека. В интервью мне Евгений Марчук сказал, много ли среди украинских политиков агентов ФСБ? Россия на данном этапе намного эффективнее и использует агентов влияния. Это очень серьезно готовится. Есть технология у разведки, она называлась агенты на оседание и агентура на консервацию. Такие агенты очень легко поддаются вербовке. А Петр Копка, это экс-глава разведки СБУ, рассказывал, что после 2014 года кремлевская агентура никуда из Украины не делась. По-прежнему сидит в ключевых ведомствах. Вот скажите честно, вы понимаете, что 99-98 процентов скандальных решений, скандальных шествий, факельных, еще чего-то, что делается на камеры, это провоцируется и делает российской агентурой, российские агенты влияния, которые добиваются того, что в том числе вы сидите и говорите, ребята, тут по улицам бандеровцы бегают, запрещают говорить, скоро убивать будут и вешать. То есть это на разжигание. Вы сейчас, наверное, удивитесь. Я с вами соглашусь. Потому что у меня была такая мысль, что в принципе какие-то вещи, особенно те акции, которые проводит партия «Свобода», а вы помните, как партия «Свобода» была создана? Она была создана, так сказать, тоже из партии регионов, для того, чтобы, так сказать, оттенить доброго дядю Витю на будущих выборах. Для этого. Потом, так сказать, их спонсоры перешли на создание радикальной партии, да. Но, тем не менее, эти есть. И у них такие, как бы сказать, кровавых подвигов за ними нет. Ну, есть там отвинчивание голов у товарища Ленина и его соратников. Понимаете? Может быть, частично, может быть, оно так и есть. Где-то что-то, так сказать, активизирует, что ли, вот эти... Но вместе с тем, понимаете, хорошо, так давайте тогда идем дальше. И переименование улиц через Бандеры и Шухевича, это тоже, так сказать, дело Путина и Шуркова. Ну, а кто это делает? Это свои же делают хлопцы, которые хотят отчитаться перед американцами за эти самые займы МВФ, которые они успешно переправляют в офшоры. Понимаете? Надо чем-то отчитываться. Но не будут же они отчитываться поднятием общего благосостояния. Конечно. Они рассказывают, что они побили морду, там, допустим, директору Первого канала прилюдно. Понимаете? Это акция. Вот. Что они переименовали там мост, там что-то еще. Там украсили там, я не знаю, национальными цветами там мосты, там туалеты. Это же все такая тюлькина грамота Филькина, понимаете? На самом деле, на самом деле я убежден, политики сегодня нету. Сегодня есть только борьба за денежные знаки. А под какими... Вот тут я с вами соглашусь абсолютно. А под какими это лозунгами, под какими это знаменами идет, это все делается для пипла, так говорится. Пипл хавает и все. Я был на корпоративах, где вместе заседали партия Батькевщины, вместе с партией регионов, это было еще раньше. Целовались, обнимались, обсуждали рыбалку, все. Будущую охоту. Потом они расходились в Верховной Раде, начинали показатели друг другу бить морды и так далее. Это все, так сказать, свадьба в Малиновке. Это, знаете, когда-нибудь мы об этом будем, конечно, если доживем, будем вспоминать с такой легкой улыбкой, как время такого царства абсурда. Еще одна цитата тогда, напоследок. В интервью с Данью Гордон Константин Боровой сказал россиянам. Немцы, чтобы искупить свою вину, руками раскапывали могилы расстрелянных евреев, партизан, руками, чтобы перезахоронить, на колени твари и просить прощения у нескольких поколений украинцев. Пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера, никто никого не должен прощать. Вы согласны с ним, что примирение между российским народом и украинским народом может произойти после того, когда закончится война и Россия попросит прощения Украины? Тут даже не дело в том, кто перед кем будет просить прощения. Народ в массе своей, он аполитичен. И народ хочет просто хорошо жить. То, что ему сейчас не дают. Четыре года ему не дают нормально жить, а все хуже и хуже. Что касается дружбы или народ, который сегодня ездит миллионами на заработки в Россию, это уже частичный ответ на ваш вопрос. Это первое. Второе. В 1969 году, насколько я помню, была страшная война с китайцами. Кто-то сейчас об этом помнит? Нет. Дружат и все нормально. Правда или нет? Больше того, Трамп основы своей политики хотел поставить краеугольным камнем. Это вместе с Россией противостоять Китаю. Это тоже уже новый поворот совершенно. Так что, я вам скажу, достаточно будет. Достаточно. Вот сегодня умерили антироссийскую риторику у нас в прессе. Умерили. Уже не пишут ПТН, ПНХ на автомобильных номерах. Уже сегодня пиховший говорит, что я могу не любить Путина, но я не могу его не уважать. Это он говорит на одном из центральных каналов. Его за это не растерзали. Пиховший всегда так говорил. Нет, ну всегда так говорил. Раньше бы явился к нему отряд красно-черных хлопцев и начали бы метелить, тузить. Сегодня это проглотили почему-то. Последний вопрос. Давайте. Какой должна быть национальная идея Украины? Национальная идея Украины, это, я вам скажу, это терпимость друг к другу прежде всего. Не надо говорить какой-то национальности, это бы желтый, черный, серый, все. Если люди будут уважать друг друга, мнение, они будут, кажется, навязывать друг другу свою точку зрения, я не навязываю никому, понимаете? И никому не позволю себе навязывать. Потому что есть у каждого человека определенный круг, ареал его личной свободы, его личных прав. Правда ли нет? Спасибо. То есть толерантность это основа национальной идеи, это по мне. Спасибо. Пожалуйста. Дорогие друзья, текстовая версия интервью с Владимиром Быстряковым читайте в интернет-издании Гордон. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова